катастрофа боинга 737 под тегераном сбитый boeing 737 под тегераном это крупная авиакатастрофа произошедшая 8 января 2020 года самолет принадлежал авиакомпании ukraine international airlines он выполнял международный рейс из тегерана в киев в 2 часа 38 минут после часовой задержки он взлетел с полосы 29р аэропорта хамейные и поначалу полет проходил в нормальном режиме когда самолет со скоростью 509 километров в час поднялся до высоты 2500 метров связь с ним прервалась он перешел в неуправляемый спуск и при этом на его борту начался пожар он упал на землю в пригороде тегерана халаджабаде и полностью разрушился погибли все находившиеся на борту 176 человек из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа среди пассажиров находилось 24 несовершеннолетних из них 19 детей до 12 лет 9 января 2020 года был объявлен день траура в украине и иране на рейс было зарегистрировано 169 пассажиров но на борт поднялось 167 сначала имена двух пассажиров которые не сели на рейс не разглашались позже стало известно что один из зарегистрированных пассажиров махсен ахмадипур из оттавы не смог попасть на борт самолета из-за проблемы с билетом сразу после инцидента иранские пользователи твиттера изложили неподтвержденную информацию о том что крушение произошло в результате ошибочного запуска ракет пво иранскими военными арабская газета также сообщила что самолет был сбит иранскими пво однако иранские новостные агентства сообщили что самолет имел техническую неисправность по количеству жертв катастрофа вошла в 50 крупнейших авиакатастроф в мире в истории украинской пассажирской авиации подобная катастрофа самолета як-42 произошла в 1997 году под солониками руководство заявило что техническое состояние самолета было хорошим ошибка пилотов исключена исламская республика иран сначала заявляла что авария произошла из-за технического дефекта в то же время эксперты утверждали что самолет потерпел крушение из-за ракеты но иран отрицал любые ракетные удары на следующий день представители американской разведки объявили что снимки инфракрасных разведывательных спутников размещенных в космосе показывали запуск двух приближающихся к фюзеляжу ракет земля воздух британские представители обороны подтвердили оценку сша по ракетному удару премьер-министр канады джастин трюдо заявил что данные свидетельствуют о том что самолет был сбит иранской ракетой несмотря на разные анализы и отчеты о новостях а также скрытые операции и отказы запуск ракеты был окончательно подтвержден генеральным штабом вооруженных сил ирана 11 января 2020 года то есть через три дня причиной запуска ракеты по пассажирскому самолету генеральный штаб вооруженных сил ирана объявил непреднамеренную человеческую ошибку при обнаружении летающего объекта соболезнования родным и близким погибших и членов экипажа выразил президент зеленский ukraine international airlines объявили о прекращении полетов в тегеран на неопределенный срок в связи с высоким напряжением в регионе об аналогичных решениях заявили и другие авиакомпании в том числе синапор airlines china airlines и малейжа airlines с 9 января украина полностью запретила полеты в иран на неопределенный срок с 10 января 2020 года авиакомпании австрии германии отменили все рейсы в иран рейс летевший 9 января из франкфурта в тегеран развернули в воздухе и вернули к первому аэродрому 21 мая 2021 года верховный суд провинции антария в канаде признал что сбивание самолета является умышленным террористическим актом